Надо развивать российскую вратарскую школу. В России очень много хороших вратарей. Сейчас такой момент, что лучше вернуться. Этот чемпионат ему не удался. Пошел в команду очень высокого уровня. Тут не успел, там мяч не достал. Не сдержался и показал свои эмоции. Я, во всяком случае, ничему не удивился. Но это не я придумал. Это современный футбол такой. Когда нет тренировок, когда нет сборов, когда ты сидишь дома и некуда тебе пойти. Если бы не это, то, наверное, бы согласился. Ну, немножко знаю. Потому что, когда он переходил из Норвегии, мы с ним созванивались, разговаривали. Он сказал, что хочет попробовать свои силы в более сильной лиге. Недавно разговаривали опять. И он сказал, что сейчас такая ситуация, его зовут назад, и он думает, что делать. Мы на эту тему говорили, что, наверное, лучше вернуться. Потому что, если бы у него контракт Борис-Толи был, например, года на два хотя бы, там была бы возможность дождаться шанса, чтобы играть. Он ведь не шел туда первым номером. Он же шел туда изначально вторым номером. А этот путь мог быть долгий, и он, в принципе, это знал. Но когда его сейчас позвали обратно, он сказал, что очень соскучился по футболу и хочет играть. Сейчас такой момент, что лучше вернуться. Вы с ним не так много проработали, но, тем не менее, возможно, вы можете ответить на вопрос, есть ли у него потенциал, чтобы условно заиграть уровнем выше? Я думаю, что у каждого игрока есть возможность расти. У него была такая карьера непростая. Он нашел свой клуб. Очень долго искал. Очень много добился с этим клубом. Там есть свои вратари в Норвегии. Он приехал и стал там первым. В скромной команде, который помог стать чемпионом, скажем так, навести шороху в Еврокубках. Вы, может быть, не знаете, но до этого он проходил просмотр тоже в Норвегии, в команде, которая лига ниже была. И там он не подошел. Понимаете, да? Вот сейчас что думают тренеры той команды, которые его не взяли, он перешел в премьер-лигу. Там и стал первым, и стал чемпионом, и стал любимчиком. И, конечно, он понимает, что он хочет сделать следующий шаг в развитии. Я к тому говорю, что надо найти свою команду. Конечно, можно. Я хотел бы ошибиться, когда я говорил, что, Никита, там придется начинать все сначала, снова доказывать. И этот путь может опять быть долгим. Он говорит, я знаю, на что иду. Я согласен. И, конечно, если бы сейчас его так вот настойчиво не звали обратно, он бы и остался там. Он пошел в команду очень высокого уровня. И первое время ему было, конечно, непросто. Ротак тренируется, тренируется, тут не успел, там мяч не достал. А потом постепенно он уже успевает и за игрой, успевает принимать правильные решения. Ему уже трудно забить. И он незаметно для себя растет. Это было видно в сборной, когда он приехал. Когда ты с этой командой растешь, ты прибавляешь в мастерстве, тебе хочется это все показать. Там полные стадионы. Хочется вот выйти вот в такой атмосфере и получить еще удовольствие от игры. Не только от тренировок. Аградецкий, он уже себе сделал имя в этом клубе и заслужил такой авторитет, что у него право на ошибку есть и не на одну, и не на две, и не на три. И получается так, что у Андрея шансов сыграть было только когда Аградецкий не смог бы играть по какой-то причине. Такой шанс появился, но именно в этот момент у Андрея была травма. Он сыграл один матч, они играли дома с Аугсбургом. Команда, которая в самом низу таблицы. Так бывает. Два удара за игру, два гола. К нему претензий не было никаких по пропущенным мячам. Так бывает. Байрон нанес там больше 20 ударов по воротам. Вратарь Аугсбурга сыграл, наверное, одну из лучших своих игр. В то же время на контратаках два забили мяча, в которых Андрей сделал все, что мог. Он все правильно сделал. Так бывает. Все правильно сделал, но забили. И потом уже, когда мы с ним говорили в конце года, он уже говорит, я хочу уйти. То есть следующий шаг, пусть это будет команда менее сильная, менее именитая, но я там буду играть. Ну, я просто счастлив. Я не знаю, по какому принципу подбирали, но оба заслужили. Просто получается, если Ренат Досаев был лучшим вратарем мира, то Игорь, хоть и не был лучшим вратарем мира, но отыграть 700 матчей, больше 300 матчей на 0 сыграть, больше 100 матчей на 0 за сборную. Уже одни эти цифры говорят о том, что он должен был там быть. Поэтому, конечно, рад, потому что они оба из нашей школы. Если Ренат – это советская школа, Игорь – это российская школа, то, что там российская школа, это дорогого стоит. Наверное, были какие-то критерии, по которым Зонер опередил других кандидатов в этот клуб. До чемпионата мира вообще он казался, он действительно был одним из лучших. Этот чемпионат ему не удался. Когда его брали, конечно, мне бы хотелось самому знать, по каким они критериям выбирали Зонера. Безусловно, вратарь хороший, безусловно, бывает какой-то спад у каждого вратаря. Но то, что вратарь сильный, это, конечно, сильный. Могу сказать только свое мнение. Я очень рад за Мартинеса. Все его игры смотрел. И буквально до полуфинала он был незаметен в сборной Аргентины. Если так говорить, то он свое слово сказал в последних двух матчах. Полуфинал пенальти. В финале 123-я минута. Там, где француз, если забил, игра бы закончилась. И чемпионами стали французы. Это раз. Мартинес бы не стал чемпионом мира. Два. Мартинес бы не стал лучшим вратарем чемпионата мира. И что, наверное, самое было бы грустное, что Месси так и не стал бы чемпионом мира. О чем мечтали и хотели миллионы болельщиков я думаю, что Месси должен носить Мартинеса на руках. В принципе, вот эти две игры, наверное, все решили. Я согласен. Куртуа отыграл длинный сезон на высоком уровне. Я, конечно, рад за карьеру Мартинеса, что он доказал всем своим недоброжелателям. Но все-таки, я думаю, если мое мнение, то, конечно, Куртуа. Он эту планку держал очень долго. Ни на одном турнире, ни в двух играх. Как вы думаете, эпатажное поведение Мартинеса, это его типичное поведение или это выплеск эмоций, которые копились в ответ на негатив, который, как вы говорите, на него брушился. Да, он уже говорил, он этот успех выстрадал, не сдержался и показал свои эмоции. Он очень долго к этому шел. Вратари такие люди, он все это в себе копил много лет, наверное, потому что еще там 4-5 лет назад он говорил, что буду в сборной. И мечтал, наверное, об этом. И в Англии у него не все там было гладко. Но за характера он заслужил. Нет, нисколько не осуждаю, просто понимаю. Ну, опять же скажу то, что я знаю. Франц Хоек, тренер вратарей Голландии. Один из лучших тренеров Европы, если не лучший. Он создал в Голландии школу вратарей. Все вратари, которые в Голландии были, их очень много хороших вратарей, они прошли через него. Поэтому, когда я услышал, конечно, удивлен был, но не настолько, потому что понимал, что это его выбор. А он просто так никого не выбирает. Сейчас отступлю от темы. Это значит, когда мы пришли в сборную России, я ему позвонил. Я говорю, Франц, вот такая проблема. У нас первый номер закончил играть. У нас много вратарей, хороших вратарей. Но я не знаю, кто должен играть в первый матч. Он говорит, ты не поверишь, у меня сейчас то же самое. Я говорю, подожди, у тебя Стекелинбург, да, у тебя Селесон, у тебя Кру, у тебя Зум, у тебя все вратари высокого уровня. Он говорит, вот так бывает, что вратари, которые были в свое время, каждый в какое-то время были лучшими, сейчас мне не нравятся. Я тогда спросил, что мне делать, он сказал, приедут вратари к тебе на сбор, и ты посмотришь, и ты выберешь. Я говорю, у меня всего три дня. Он говорит, не переживай, вот ты на них посмотришь, выберешь. Поэтому, когда появился у него вот этот вратарь, я понимал, что он очень много всего взвешивал. И раз он такой выбор сделал, а как показал Чемпионат мира, он отыграл очень достойно, я во всяком случае ничему не удивился. Вот он не наигрался. Это мне журналисты подсказали, на коммент-шоу, что вот он просто боится заканчивать, потому что он боится эту жизнь, он просто боится там оказаться. Когда нет тренировок, когда нет сборов, когда ты сидишь дома и некуда тебе пойти. И, конечно, удивительно, то, что сейчас в списке 50 он на первом месте его поставили, он действительно великий. Я вот слышал, что в какого-то момент Буфон мог оказаться в России, не просто в России, а стать вашим подопечным. У кого, как не у вас, проверили эту информацию? Я как-то не полностью на этот вопрос ответил, вот, во всяком случае на последнем интервью. Получается так, что вот я беру Джануиджи и шансов у вратарей, которые в тот момент рубили, у российских, у любого нету. Уже в то время я начал говорить о том, что надо развивать российскую вратарскую школу, что наша школа одна из лучших была советской, и что ее надо возродить, что надо развивать наших вратарей. И получается так, что я бы сам себе противоречил, если бы взял Джануиджи, но те же коллеги, тренеры вратарей России сказали бы ему, Витальевич, хорошо устроился, ты нам говоришь, давай развивать российскую школу, давай развивать вратарей, чтобы они стали играть лучше. Сам себе взял, значит, буфона великого и в ус не дуешь. Если бы не это, то, наверное, бы согласился. Я сейчас боюсь кого-то обидеть, потому что вот сейчас я могу уже сказать, что в России очень много хороших вратарей, и очень сложно делать вызов в сборную каждый раз, потому что очень мало стали ошибаться, много выручать стали, стали играть стабильнее. Ты начинаешь уже взвешивать и уже учитывать такие мелочи, на которые раньше может, внимания не обращал, потому что очень много примерно одинаковых таких нюансов, которые у вратари где-то приблизительно одного уровня. Ну, единственное, наверное, какое-то предпочтение отдаешь вратарю при прочих равных условиях, как он играет ногами. Но это не я придумал. Это современный футбол такой. Матвей в этом матче три раза начал в средней передаче опорным полузащитником, и мы все три атаки дошли до ворот буквально в 3-4 передачи. Вот насколько это важно, да? Поэтому, может быть, чуть-чуть предпочтение здесь отдаешь вратарям, которые в своих клубах играют. Там, где главный тренер от них этого просит, а есть команды, где запрещают. Поэтому вот очень обидно за тех вратарей, которым не дают играть такой футбол. Но все остальное очень трудно выбрать.